В библиотеке читают, танцуют и рисуют. В рамках губернаторского проекта «Активное долголетие» в здании на улице Джона Рида открылись новые кружки для пенсионеров. Девушки с левой назад, 9 шажочков, так называемая вальсовая дорожка, а мужчины, тот кто танцует мужскую партию, с правой ноги вперед. Вальс «Бастон» они осваивают на шестом десятке. Задача не из легких, но руководитель Нина Моисеевна сама профи, новичков поддерживает. Убеждена, главное – желание. К сожалению, пока участников, желающих не так уж и много, мы надеемся, что все-таки количество желающих увеличится. Любовь Деняпкина танцами увлекалась в школьные годы. Сегодня, как она говорит, вернулась в детство. Танцует еще и в коллективе «Дома ветеранов Радуга». С марта осваивает и бальные танцы. Это уже в крови. Танцы, утверждает Любовь Юрьевна, помогают оставаться в форме, а главное – сохранять стройность мысли. В Центральной библиотеке в это же время идет занятие и в кружке живописи. Пенсионеры рисуют натюрморты, успехи, как говорится, на листе бумаги. В рамках проекта «Активное долголетие» здесь проходят и другие бесплатные занятия для пенсионеров. В понедельник с 11.00 игровой клуб, его ведут сотрудники библиотеки. По вторникам в 11.00 у нас есть киноклуб. Затем здесь собирается кружок бисероплетения и клуб «Красота и здоровье» в 2 часа дня. А по пятницам в библиотеке проводят мастер-классы по рукоделию, хореографии. Прийти может любой пенсионер, так же, как и на занятия в Дом культуры поселка Большевик. По средам здесь репетируют хор ветеранов. «Роза, роза угощал, душа младшенька моя». Полтора года я хожу как в хор, мне очень нравится, зов души. Еще хожу в бассейн, участвую в группе скандинавского ходьба. В общем, стараемся дома не находиться, потому что хочется то, что не добрали в свое время, добрать сейчас. Время уходит. Хорошая пора сейчас. Да, спасибо губернатору Московской области за такое нам внимание. Хор ветеранов поселка Большевик хорошо известен в Подмосковье. Коллектив – постоянный участник областных и местных фестивалей. Для земляков сегодня ветераны готовят концертную программу ко Дню Победы. Губернаторская программа «Кинодолголетие» в Подмосковье – второй год. Количество ее участников постоянно растет. Это и подтверждает, в серебряном возрасте жизнь человека тоже может быть интересной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова